Самый молодой микрорайон в Барановичах, Боровки, начал застраиваться в 2005 году. Новые многоэтажки тут растут и сегодня. Население микрорайона уже около 20 тысяч человек, при этом более 6 тысяч – дети школьного возраста. Неудивительно, что отсутствие школы все эти годы здесь ощущалось достаточно остро. Сейчас, глядя на выросшее за год с небольшим здание новой четырехэтажной школы, местные жители не скрывают радости. Год назад переехали в этот прекрасный микрорайон Боровки. И действительно, очень хорошо, мы очень рады, что наконец-то построили школу. Не надо на автобусах ездить, возить ребенка далеко. Садики у нас, все под боком, все в легкой доступности, мы очень рады этому. Очень нужна школа нашему микрорайону. Он у нас новый, детей очень много, очень мы ждали много лет. Мы живем уже шестой год, у меня тоже дети, и своего младшего ребенка переведу сюда в следующем году. И на территории школы, и внутри нее кипит работа. Строители, а генеральный подрядчик на объекте филиал строительное управление 213, стройтреста номер 25, трудятся на совесть. Понимают, насколько важно, чтобы сработать качественно и в срок. От этого зависит, распахнет ли новая школа свои двери к первому сентября. Уже проведена полная отделка всех классов, уже закрытые они начали получать мебель до классов. Блок А – это спортивные помещения, столовые – это полная работа в отделочных работах. Ну, идет все по графику строительства на объекте, работает 280 человек на данный момент. Идется благоустройство территории. Территория, на которой размещается школа, три с лишним гектара. Это позволило запроектировать многофункциональную спортивную зону, где уже зеленеют два футбольных поля с искусственным покрытием. А также появятся беговые дорожки, теннисные корты, площадки для игры в волейбол и баскетбол, хоккейная коробка. Само здание школы состоит из трех блоков. Два из них отведены под учебные кабинеты. Все классы здесь будут оснащены современным оборудованием. Уже закуплено 55 телевизоров, более 40 мультимедийных проекторов, 5 интерактивных досок. В школе будет несколько компьютерных классов, в том числе для младшего звена. Лингофонные кабинеты, хореографический зал и многое другое. Школа особенно своей начинкой. Хочется отметить, что здесь будет и два спортивных зала. Хочется отметить, что здесь будет и атлетический зал, и тренажерный зал с 10 тренажерами. Большой актовый зал на 271 человек вместимостью. Огромная столовая на 340 посадочных мест. Для детей различные будут кабинеты дополнительного образования. И на базе этой новой школы мы планируем создать филиал доп. образования. В новой школе смогут учиться и дети с особенностями развития. Здесь появятся пандусы, лифт, два подъемника, зал адаптивной физкультуры, а каждый класс будет оборудован специальными партами. Средства на строительство нового учреждения образования были выделены из областного и республиканского бюджетов. Общий объем финансирования 28 миллионов. Сегодня уже освоено 18,5 миллионов на объекте. И за подставшиеся два месяца должны мы полностью выполнить все работы по обустройству школы и пусконаладочные работы, чтобы 1 сентября уже встретить деток в этой школе. К слову, новому учреждению образования уже присвоен номер. Это будет средняя школа номер один имени дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца. Уже полностью подобран педагогический состав, причем на некоторые ставки конкурс доходил до 8 человек на место. Что касается набора учащихся, заявки на обучение будут приниматься с 12 июня. Конечно, всех желающих школы вместить не сможет, но несмотря на то, что проектная мощность учреждения – 1020 мест, за счет второй смены количество учащихся планируется увеличить до 1700 человек. Елена Ракут, Людмила Салтина, Николай Рудский, телерадиокомпания «Абрест».